Голос! Голос я сказала! Голос! Голос! Привет, Наташа! Чем занимаешься? Как чем? Машины дрессирую? Да? И давно уже? Уже два. А зачем? Ну как, братья Запашины дрессируют тигров, львов. Я машины дрессирую. Да? Никак не стереться? Пока никак. Сейчас подожди, подожди, сейчас все будет. Смотри. Голос! 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 А? Терпение, труд, все перетрут. Вот так-то. Давайте, давайте. Ну, еще. Ну, еще. Какие мужчины пошли в наше время? Это что такое? Здравствуйте, девушка. Граждане, вы почему не подъезжаете, когда работник? Работник чего? Вот я объясняю себе. И правильно делаете, что и стесняетесь. Дорожная патрульная служба КМТВ, поэтому определите, пожалуйста, ваши документы. И не надо мне... Да, самое главное, надо живыми в живых остатся. Работник КМТВ. Аскольд Запашный. Дрессировщик. Стаж вождения 11 лет. Марк автомобиля Митсубиси. Аскольд Запашный водитель непростой. С одной стороны, он не любит бездумно гонять на дороге. С другой, никогда не откажется от порции адреналина. Мой стиль вождения, он очень ровный в городских условиях, потому что я очень ответственный, повторюсь. Я знаю о том, что нельзя в городе там просто там... Там и все, потому что здесь есть пешеходы. Но если есть условия, то я выплескиваю эту энергию, то есть у меня ее более чем достаточно. Кстати, манера вождения Запашного младшего отличается от его брата. Все-таки молодые люди похожи только внешне, а вот по характеру полные противоположности. Брат, он очень экспрессивный человек такой. И он меня критикует, он очень не любит мой стиль вождения. Вот он просто не любит. Я считаю, что вот межгород ехать 120 километров, это более чем достаточно. А он так не считает. И он все время меня подгоняет. И вот если мы собрались ехать куда-то колонной, как я сказал, вот вдвоем в паре фактически, а не колонна, то он все время, там, через каждые три секунды звонит мне по телефону. Вот если он оторвался, а-а-а, там, где ты? Такие выпады в адрес брата могут послужить началом нешуточных гонок. Если эмоции доходят до ссоры такой, вот тогда я ему показывал о том, что можно ездить и, как бы, в отрыве. И в моем случае. Были случаи, когда я вот ему просто показательно оторвался с ним, там, и до пункта назначения он на полчаса позже приезжал. За всю водительскую практику нашего героя на его счету всего две аварии. В одну из них Аскольд умудрился попасть вместе с Эдгардом. В тот момент, когда на встречной полосе появился водитель, братья ехали друг за другом в колонне. Вдруг неожиданно со встречной полосы в брата полетел мужик на машине. Прямо на встречку, лоб в лоб. Он, свернув в кювет, улетел в кювет метров на 70, наверное, и хорошо, там склон был небольшой. Вот он уехал туда, я обогнул его с левой стороны, он врезался сзади в машину, там женщина с ребенком ехала, и сам улетел в кювет. Вот, и так прям было странно. Проанализировав ситуацию, наш герой пришел к выводу, что эта авария, скорее всего, дело рук нечистой силы. В этом месте было три могилы рядом, прям совсем разные совершенно. То есть, или место такое дурное, какое-то мистическое, или просто удобное для аварии. Но вернемся от мистики к более земным вещам, а именно уходу за четырехколесным другом. Здесь запашный примерный хозяин. Хотя... Я никак не засранец. То есть, я люблю, чтобы в машине у меня было всегда чистенько. Но все равно бывает ситуация. Вот межгород, когда едешь, да, она все равно грязнист, машина. Все равно там пыль... Бывают иногда сезоны, когда глупо вообще мыть машину. У меня было, что я там пару месяцев вообще не мыл машину, она такая грязнющая была. Ну, потому что просто подряд был вот все время грязь слякоть, грязь слякоть, грязь слякоть. И я думал, ну что это за нерациональное использование денег? Ну что, Асколь, скажите мне, пожалуйста, вы что хотите? Сдать тест на знание автомобильного устройства, либо же показать нам багажник? Я выберу второе, потому что если я начну сдавать первое, то я знаю результат. Двойка? Двойка, это громко сказано. А что? Ну я знаю максимум, где мотор. Нет, я вру. Это мой брат. Просто я тоже знаю максимум. Нет, я еще знаю, куда воду заливать и где щуп для масла. Правильно, а больше ничего не нужно. Поэтому идем. Признаюсь честно, мы долго искали в багажнике Аскольда что-нибудь эдакое. И вот когда Надежда почти умерла, моему взору предстала непонятная конструкция. Ну, скажите, подождите, самое интересное, наконец-то в нашей программе маньяк появился. Посмотрите, что это. Наконец-то. Что это вот это. Наконец-то маньячка нашла то, что ей нужно. А то вечный какой-то детский сад. Вот мне интересно, а сколько, что с этим делать, скажите. Так, сейчас я покажу. А вас в рамках программы МОЗа покажут. Давайте, ура, наконец-то. Придется раздеваться. А можно как-то тихо одежать? Нет, у меня скотч есть. Вот, я скотч, да, хотела. Давайте продемонстрируем. Я не дотянусь просто. Значит, вот. Скотч – это штука, да. Вот это штука. И мы сейчас уезжаем. И меня с моими габаритами спокойно можно вот здесь поместить. Что я предлагаю сделать? Давайте. Все, ведущий у вас больше нет. Местный обитал. Может, вы меня увозят? Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Благо, аскольд решил меня долго не мучить. Большое ему за это человеческое спасибо. Все женщины всегда такие смелые сначала, а потом вымесите меня, вымесите. А сначала скотч. Эти штуки, круто. Можно и перчатки, очки, там все дела. На этом исследовании багажника. Натерпелась я. А обувь – это после предыдущего преступления, да. Это, знаешь, какое-то… Осталось? Я могу сказать честно, что ведущей понравилось, как бы она ни говорила о том, что она испугалась. Желаю всем автолюбителям, конечно же, чтобы ваш конь всегда был здоров, чтобы в нем ничего не ломалось, чтобы рядом с вами всегда были вежливые водители, ну и, соответственно, чтобы вы были вежливыми. Всем пока. Я предлагаю мне еще раз в багажник увозить меня сюда.